Еще раз добрый вечер, рада видеть вас, дамы и господа. И в каком-то смысле наша сегодняшняя встреча связана со столетием, с юбилеем, который отмечался очень широко в Польше. 11 ноября Польша отметила свой столетний юбилей независимости. Эта дата и эта цифра вызывают, конечно, сомнения, вызывают дискуссии. Я только что была в Варшаве, и на заседании, очень интересном заседании пен-клуба, я присутствовала при такой дискуссии. Писатели, интеллектуалов польских, которые с недоумением говорили, а что мы, собственно, празднуем? Какие сто лет? Какой независимости? Мы что, были сто лет независимыми? Значит, эта дата связана, конечно, с тем, что с завершением Первой мировой войны, вообще с перекройкой европейской карты и с образованием новых, в кавычках, новых государств. Они, в общем-то, были не новые, но распад Австро-Венгрии, возникает Чехословакия, возникают все эти балканские государства. Польша, она не возникает, она возрождается. Польша, ведь страна очень древняя, скажем, в Польше христианство было принято на 20... Ну, будем так точно, в 966 году, значит, на 22 года раньше, чем в России. Хотя, конечно, такую масштабную вещь, как принятие христианства, нельзя датировать с такой точностью. Это не значит, что вот крестили народ, да, крестились, и с этой минуты все стали христианами. Это ведь совершенно не так. И вчерашние язычники не могут в одну секунду стать христианами. Тем не менее, христианизация Польши начинается в 966 году, в 10 веке. И, должно вам сказать, что даже в 13 веке, то есть спустя, да, почти 300 лет, собор католической церкви польской издает такое, как бы, восстановление, то есть постановление Синода, да, Врацлавского 1256 года, о том, что Польша или польская ветвь на древе христианства еще очень молодая веточка, да, спустя, там, 300 лет. Вот, так что это, конечно, принятие христианства – это некий такой длинный, долгий процесс. Тем не менее, он происходит, конечно же, в стране, которая существует. Она существует, конечно, в условиях феодальной раздробленности. Удельные княжества, да, и только Лакеток, король Владислав Лакеток, ему удается преодолеть эту феодальную раздробленность и создать единое целое государство. А его сын, который вошел в историю с эпитетом «Великий», Казимир III Великий, совершенно справедливый этот эпитет, о нем там говорят, что, писали, что он застал Польшу деревянной, оставил каменной, построил 30 городов, да, совершенно, так сказать, такой человек с государственным мышлением, 14-й век. Он присоединяет к польским землям Червоную Русь, Украину, да. Государство увеличивается, государство становится мощным. Он был действительно очень мудр, как государственный человек, да. Он, например, что называется, говорил «я не король вашей совести». То есть у него были принципы толерантности. И в его королевстве собираются представители разных наций и разных конфессий. Становится такое поликонфессиональное, полинациональное государство. Украинцы, в которых он присоединил, а они православные, а он католик. И страна как бы католическая, да, они приняли христианство по католическому обряду. Но он не делает из этого какой-то проблемы. Он совершенно свободен от греха нетолерантности и нетерпимости, в отличие от его, к сожалению, последователей на польском троне, от многих из них. В его государстве уживаются мирно католики, православные, армяне, кстати сказать, татары, иудеи. И он создаёт всем режимное большее благоприятствование. Благодаря этому государство процветает. Проходит какое-то время, на рубежах этого государства находится другое, огромное совершенно государство, княжество литовское. Очень воинственное. И языческое. И постоянные военные конфликты. На границах, не на границах. И вот людям, которые, я имею в виду польскую элиту, государственных мужей, приходит в голову замечательная мысль, выгодная для государства, благоприятная, превратить врагов в друзей. Вот такой приём. Это очень сложно сделать. Это княжество литовское, но очень воинственное. Я сейчас, может быть, не приведу вам точную цифру. Подсчёт они очень умелые воины. И они всё время ведут войны на разные фронты, и в том числе с Польшей. Очень досаждают полякам. И вот приходит спасительная мысль заключить некий союз, некую унию, объединение, договор о том, что мы не будем больше воевать, а вообще будем вместе. Тут вопрос очень тонкий. Конечно, это произошло не просто вот так на ровном месте, по зрелым размышлении каких-то государственных мужей. Действительно, существует опасность со стороны Тевтонского ордена. Существует реальная опасность, и очень трудно сопротивляться. Объединение позволит сделать это сопротивление эффективным, победоносным. Это казалось правильным. Потому что, если в 1386 году этот, по крайней мере, первый шаг объединения Польши или земель короны польской и Великого княжества литовского, языческого, заметьте, литовцы в 14 веке еще язычники. Поэтому этот договор, но его сложно осуществить, да? Значит, выставляются условия, что, конечно, и тогдашний князь Егелла, литовский, что он примет христианство и крестит всю Литву. Это идет. Он вообще такой... Он не только хороший воин, он и хитрый политик. Он понимает, какие выгоды ему несет объединение с мощным соседом, с Польшей. Ну, во-первых, отпадает необходимость постоянно воевать. Значит, как устроить это объединение? Ну, удобнее всего в 14 веке устроить это путем монархического брака. Удобнее всего выдать за него замуж королевну Едвигу. Ну, в общем, позавидовать ей сложно. Егелла этот язычник, мохнатый, лохматый, грубый, вояка, в три раза там ее старше, да? Она изысканная девушка, воспитанная при дворе. Кроме того, у нее уже есть как бы такой сердечный друг из семейства Габсбургов. Ровня ей и по происхождению, по воспитанию, по образованию. Но никто не считается с такими вещами, да? 14 век на дворе. Поэтому заключается этот брак, буквально ее насильно. Действительно, очень такие спектакулярные театральные сцены, они скрываются. Этот Габсбург взбирается по какой-то веревочной лестнице во францисканский монастырь, там свидание, значит, партия сторонников этого монархического брака разбивают эти ворота, хватают ее. В общем, короче говоря, счастливый монархический брак. Нельзя сказать, что действительно, что вот в этот момент 1386 года эти две страны, Польша, земли короны и Великое княжество литовское, вот с этого момента они слились неразрывно, воедино, и с тех пор существуют вместе. Нет. этот процесс сближения был постепенный. Этот брак и договор о крещении Литвы, договор о совместных военных действиях против врагов и так далее, да, но остается польский король и литовский князь на своем троне, это еще не один монарх, два разных и этот процесс занял ну практически 200 лет. Вот этот процесс постепенного, постепенного, постепенного сближения этих двух стран. И в 1569 году в городе Люблине подписывается уния, союз, объединение этих двух стран. Она так и называется, вошла в историю как Люблинская уния 1569 год. Конечно, с этого момента страна, это огромная европейская страна, самая крупная в Европе. Представьте себе, что туда входят не то, что сегодняшняя Польша и сегодняшняя Литва. Нет. Это и польские земли, и Белоруссия, и Украина, и Литва, в общем, от моря до моря. Более крупного государства в Европе в этот момент не существует. с этого момента это государство начинает называться Жест посполита обойга народов. Речь посполитая, речь посполитая, это калька с латыни, республика, республика обойга народов, обоих народов. В этом названии уже, к сожалению, для исторических судеб в Польше содержится в заложенном мина замедленного действия. Потому что каких двух народов, каких обоих народов? Их ведь гораздо больше. И в частности, скажем так, украинцы православные граждане этой страны, белорусы, они совершенно не являются меньшинством в строгом смысле этого слова, потому что их очень много. Но они оказываются неразличимы, незаметны, с ними не считаются. Речь Восполитая это республика двух народов, поляков и литовцев. Остальные как бы совершенно не видны, они не имеют значения. Конечно, в основном это крестьянское население, а в средневековой, так сказать, правовой системе крестьяне лишены всяких прав. Кроме того, это население не относится к доминирующей религии, они не являются католиками. И в понимании, скажем, религиозных таких ортодоксов католических, они являются схизматиками, раскольниками, людьми, которые повинны в том, что единая христианская церковь, а ведь в этом была идея, да, католик, да, единый, цельный, общий, а никакой цельности не получается. Эти сюда, эти сюда, эти по римско-католическому обряду, эти по византийскому. И никакого мира, никакого лада и никакого понимания между ними нет. Вот, к сожалению, вот, если бы правители польские, правящая элита, были столь же, или сопоставимо, столь же мудры, как Казимир Третий, в его государстве не было никаких конфликтов на религиозной и национальной почве. Просто для них не было условий, то в последующие века, к сожалению, как мы знаем, эти конфликты, к сожалению, имеют место. Ну, и прежде всего, я, конечно, имею в виду восстания, кровавые восстания украинские, да, под руководством Богдана Хмельницкого, но и не только, их была целая серия. вот, так что, к сожалению, вот это никто, может быть, тогда не умел ставить вопросы о взаимоотношении, о национальной политике внутри государства. Просто это не стояло на повестке дня, эти вопросы не рассматривались. Ну, к сожалению, вот они и привели к такой исторической драме в итоге. Но при этом, конечно, какие-то плюсы в объединении земель польской короны и Великого княжества литовского были. И это было, конечно, совершенно очевидно. В частности, самым, может быть, крупным успехом объединившихся двух государств стала Гренвальская битва 1410 года и победа над Девтонским мордом. Конечно, без участия войск егела литовского князя видимо, это было невозможно. Ну, в общем, историки это и признают. Только объединенные войска, польско-литовские войска, смогли достичь этой впечатляющей победы в 1410 году. Ну, и вообще в приращении земель, в процветании, так сказать, в создании условий для экономического процветания было много плюсов для нового и мощного государства. и это, этот пример вдохновил некоторые государственные умы. я имею в виду Польшу, но и не только. Обычно, когда происходит угасание какой-то династии на королевском троне, возникает некоторая динамика, какое-то бурление, движение политической мысли, попытки что-то исправить, переустроить на новый лад. И вот на польском троне угасает династия Игелонская и начинается поиск, поиск, поиск путей. А почему Польша речь посполитая, почему она называется республикой? Ведь во главе стоит король, то есть это монархия. Но дело в том, что государственное устройство этого интересного государства таково, что там существует парламент. сейм он очень сильный и активный, активно действующий орган. Он построен как пирамида. Есть земские поместные сеймики, то есть собрание земской поместной шляхты. они собираются регулярно на своих поместных этих съездах и дают наказы своим депутатам уже большого всеобщего сейма. и по мере того, как шлихерское сословие в прошлом прицарское крепло функции и возможности и роль короля уменьшались, сужались, принимались разного рода постановления сеймом, которые ограничивали власть короля. Например, он не мог вносить никаких новых постановлений, он не мог препятствовать шляхетским проектам, то есть там было очень много всего, очень много на протяжении этих веков разных статутов, разных постановлений, которые принимались на сеймиках и на сейме, которые ограничивали власть короля. Это очень было трудно представить русским людям того времени. в частности такому персонажу, Иван Грозный. Он смотрел с нескрываемым презрением на польских королей своего времени. Он писал им издевательские письма, они сохранились, дошли до нас, как вы знаете, опубликованы. Он писал королю Сигизмунду. Да какой ты король? Да ты даже жениться не можешь, на ком хочешь. Тебе панове рада, говорят, на ком тебе жениться. Да ты все время слушаешь своих панов раду. Ты ничего не можешь сделать сам. Такой самодержец, да, как Иван Грозный. Он просто не мог себе представить, что власть монарха может быть ограничена какими-то демократическими институтами. Ну, вот, вроде Сейма. Скажем, русские люди, которые посещали Польшу, ну, скажем, послы, например, они Их это тоже поражало, что нет никакого единомысля, писал, значит, посол Тяпкин. Царю, забери меня отсюда. Они имеют уста бездверные, каждый что хочет, то и говорит, а правды нигде не найти. Ну, правда-то она же одна, да? А тут какая-то такая демократия, какие-то такие дискуссии немыслимые, и каждый говорит то, что хочет. Вот это страшно пугает людей из другой, ну, скажем, условно говоря, тоталитарной системы. Вот это вот разноголосится. И то есть это очень две разные, два разных государственных образования. Московское царство и Речь Посполитая. Однако в 1572 году в Польше происходят некоторые такие драматические события. их король Генрик Валуа просто бежит, и трон остается без короля, и назначаются тогда выборы, свободные выборы, короля. Что, конечно, ну, как бы немыслимо, да, для людей, которые привыкли жить в таких условиях, что власть наследуется, она переходит от отца к сыну, она переходит к наследнику, какие выборы. А тут еще было заявлено это, конечно, говорили представители польской элиты, польской аристократии, что если шляхта, если все шлихетское сословие, дворянское, да, может принимать участие в войнах, в военных действиях, защищать страну, идти походами, почему она не может вся шляхта участвовать в выборах короля. Вот почему это можно, а это нельзя. И первый раз начинаются такие свободные выборы. Там очень интересно, очень интересно, до нас дошли и опубликованы материалы, знаете, предвыборные, что ли, предвыборные материалы, это вот такие два больших тома, такая публицистика предвыборная, которая пропагандирует того или иного кандидата. Кандидатов несколько, четверо. Французский, шведский, польский, и для нас что особенно интересно, один русский, а именно царь Иван Грозный. Представьте себе, такой человек, он посматривает, надо сказать, в сторону Польши и склоняется к тому, что может быть занять еще и польский трон. Вот, конечно, в Польше это многих пугает, а некоторых и не пугает. А некоторые вообще предпочитают его сына, потому что, как они пишут, ну, нам легче будет влиять на молодого человека. Мы его, так сказать, станем католиком, мы его воспитаем, мы придадим ему манер и все такое. А противники этой кандидатуры говорят, ну, он же тиран, он же жестокий человек, он не знает, что такое закон, как он обходится со своими боярами. Посмотрите, ну, что же, мы его облагородим, он посмотрит на наши манеры, на наши законы, он увидит, как это, сколь это хорошо. А зато нам какая будет от этого польза? Превратим врага в друга. Мы будем вместе против, ну, как всегда, существует какая-то внешняя опасность, да, но прежде всего это мусульманская опасность. это, конечно, все время беспокоит Европу того времени. Да, турки, войны, приграничные, конфликты постоянные. Беспокоит также поляков и немецкая опасность, то есть и запада, и с юга, и лучше бы объединиться. И какие же они видят бонусы от этого объединения? Мы же станем таким огромным государством, какого вообще еще мир не видовало, если вся речь посполитая, да и все московское княжество, это что-то необыкновенное, небывалое. А прозорливые люди говорят, ну, заметьте, империи распадаются, такими большими странами очень сложно управлять. А кроме того, он внесет сюда свои самодержавные порядки. Многие и среди московской элиты тоже, они же видят, какими вольностями и свободами пользуются польская шляхта. их, так сказать, братья по классу в Польше живут совершенно не так, как они, а значительно свободнее. Им хочется этого, им хочется этих свобод. что касается польской стороны, польско-литовской, скажем так, то, конечно, им нравится этот ресурс, эти огромные земли, эти возможности торговать, то есть открываются какие-то, какой-то новый мир, какие-то новые возможности. ну, как мы знаем из истории, партия Ивана Грозного или его сына не победила в этих выборах. Там еще такое было, это уже 1572 год, это год Варфоломеевской ночи, и Франция залита кровью, да, гугеноты, гатентоты, а в Польше тоже существуют католики и протестанты, и между ними, конечно, существует некоторое напряжение, но, как писал покойный, как назвал свою книгу покойный польский историк, замечательный, Януш Тазбер, он назвал книгу о польской истории этого периода «Государство без костров». То есть отношение между, ну, ведь реформация идет, протестанты атакуют католическую церковь изо всех сил и кричат тоже, так сказать, вавилонская блудница, погрязла в грехе, симония, индульгенция, продажные должности, ну, в общем, раздавите гадину, да, и только мы, протестанты, реформисты, ариане, мы очистим христианскую доктрину от всех тех грехов и наростов, которые накопила католическая церковь во главе с антихристом в Риме, то есть протестанты ведут очень активную пропаганду своего учения, как бы очищенного христианства, вот, но в Польше, конечно, не доходит до таких кровавых столкновений, как по Франции, никаких таких ночей, длинных ножей, ничего такого нет. И более того, поскольку это вот протестантская реформистская концепция, она имеет очень большой успех среди польской аристократии, среди шляхты, ну, как большой успех, ну, примерно четверть, 25%, польской шляхты переходит из католицизма в протестантизм. 25% это огромный процент. Вот. И видя, что происходит во Франции, они тут же собираются на Сейм, на свой парламент, и принимают такую декларацию, постановление, такую хартию свободы, свободы совести, которой нет в Европе того времени. Это первая такая хартия свободы. Называется Варшавская конфедерация 1573 года. Они в страхе, что этот пожар вот этого противостояния протестантов и которых перекинется к ним. Вот. Что же говорится в этой Варшавской конфедерации, что никто не первый, все равны. И протестанты, и католики все равны, все имеют одинаковые права, никто не... То есть, понимаете, на государственном уровне происходит. Вот. и... и... тогда... не победил на этих выборах русский кандидат. Но вот эта идея, она не умерла. Она так или иначе то там, то здесь вспыхивала. потому что многие люди, ну, особенно люди, которые мыслили государственно, так вот, в масштабах, так сказать, общего блага, они понимали, что вообще-то в объединении есть свой смысл, есть общая польза. Из этого объединения можно почерпнуть массу благ, которых мы не можем иметь и достичь, пока мы разъединены и пока мы враждебны, пока мы находимся в постоянной военной, полувоенной конфронтации. Причем, а вот хочу обратить ваше внимание на то, что эти идеи, что хорошо бы объединиться, а не разделяться, они посещали не только головы светских, представителей светской элиты, но даже и религиозных деятелей. В частности, те церковные иерархи, которые католические, которые были недовольны разделением церквей, и и и по крайней мере тем, что в одной и той же стране находятся как католики, так и православные, они придумали такое, как бы, половинчатое объединение в 1596 году в городе Бресте была заключена, подписана так называемая Брестская уния, церковная. Был создан такой гибрид из православной церкви и католической. Была создана эта униатская церковь, в 1596 году. То есть она сохраняла униаты, сохраняли восточный византийский православный обряд, но признавали главенство Папы Римского. Вот. Ну, вы видите, что, как бы, дальнейшее развитие событий, вот даже вплоть до наших дней, оно показало, что, к сожалению, вот эта цель не была достигнута, мира-то никакого не получилось, да, никакого слияния, никакой гармонии от этого нет. И униатская церковь как бы противостоит и тем, и тем, да, и православной церкви, и католической. То есть они, ну, как бы, я не знаю, от ворон отстали, к павлинам не пристали. Ну, в общем, ими недовольны все, и постоянный конфликт, и мы еще не знаем, что это будет сейчас, когда происходит такой конфликт внутри православной церкви, да, где, где вот тут будут эти униаты, и как с ними, но я просто привела этот пример к тому, что идея вот этого объединения, она так или иначе возникает, она встречается. И вот в последний, может быть, раз, ну, или, не знаю, не в последний, посмотрим, да, история развивается, мы встречаемся с этим в ту эпоху, которая в России называется смутным временем. Опять же, ситуация та же самая, условия те же самые. Опустевший трон. опустевший трон и некому наследовать, да, и наследник, легитимный наследник убит, или как бы убит, убит в угличе. Что возникает? Возникает масса, конечно, всяких идей, и в частности идея самозванства. Да, конечно, это авантюризм, но, но, этот человек, которого мы называем Дмитрием самозванцем, некоторые называют Гришкой Атрепием, он ведь идет в Польшу. Он идет со своей идеей, он обращается к польским магнатам, к польским аристократам, к Нишику в том числе. Это выносится, эта концепция, что вот он истинный, подлинный, законный, легитимный наследник русского престола, он может путем, так сказать, брака, да, с Мариной Мнишховной, Мнишек, сесть на русский трон, и это тоже будет объединение такое же, многие говорят, ну, мы же объединились в свое время с Игелло, а он был язычник, а все как хорошо получилось, и давайте вот мы попробуем провести такую же схему. Это очень привлекательно, ну, я уж не говорю для самого пана Мнишека, я же Мнишек, он чистолюбивый, его дочь на русском троне, ну, в общем, вы понимаете, что масса, но и для очень многих авантюристов, искателей приключений, искателей заработка, наемников, когда эту идею выносят на Сейм, а ничего нельзя сделать в демократическом государстве, где есть парламент, ничего нельзя сделать без этого голосования, то Сейм говорит, это вообще какие-то, это какой-то бред, как-то мы пойдем на чужое государство, на соседнее войну, и вообще, так сказать, это невозможно. Король, конечно, воздерживается, но смотрит на это сквозь пальцы, потому что, надо вам сказать, что, конечно, польская шляхта, польская аристократия действительно была чрезвычайно свободна в своем государстве, вплоть до того, что у многих из них, у крупных аристократов безусловно, была своя армия, своя личная частная армия, огромная иногда, и поэтому пан Мнишек может двинуть свои войска, Радзивилл может двинуть свои войска, Сапега свои, масса аристократов, и тот, кто хочет искать приключения, завоевать какие-то земли, а тут еще открываются такие перспективы, что, может быть, мы эту Россию, Русь эту вернем в лоно католической церкви, а то, что они схизматики какие-то православные, да, ведь гораздо лучше нам быть в единой католической церкви. Очень сочувствуют этому предприятию иезуиты, очень сочувствуют, ну, понимаете, да, ведь, так сказать, идея миссионерства, празелитизма, распространение истинной веры, это же написано на знаменах просто, каждый обязан обращать неверных или схизматиков в истинную подлинную веру, а она одна, так что, вот, и хотя не было государственной поддержки у этой идеи, не было поддержки Сейма, парламента, и король смотрел на это вот буквально сквозь пальцы, так выжидательно, но войска пошли, огромные войска, это частная инициатива, понимаете, это абсолютно частная инициатива вот этих вот авантюрных шляхтичек. Состоялся этот брак с Мариной, вы можете видеть их замечательные парадные портреты Марины и Дмитрия в историческом музее в Москве, очень красивые портреты, но эта музыка, как вы помните, недолго играла и кончилась довольно кроваво, хотя за первым самозванцем появился второй, это продолжалось годами, но когда мы говорим, мы, когда в 2005 году в российском парламенте выдвигается идея нового государственного праздника 4 ноября, который связан с изгоном польских оккупантов из Кремля и освобождения, то под этим столько же исторической реальности, как и под столетием польской независимости. это совершенно мертворожденная идея, потому что это была гражданская война в московском государстве и поляки участвовали в этой гражданской войне на всех сторонах, на всех, они были в лагере Дмитрия Шуйского, они были в пришли с Желкевским, которого московские бояре умоляли, умоляли спасти их от Тушинского вора. Они сидели в Кремле, да, они сидели на осадном положении в Кремле, им было нечего есть, они там занимались каннибализмом, но с ними сидели русские бояре. Там же в Кремле это не была такая простая картинка оккупанты поляки и Минин и Пожарский освободители. Это была гражданская война, которая продолжалась долго потом. Она продолжалась, значит, у нас отмечается, что это 1612 год, конец смутного времени, но это не так. Смутное время совершенно не кончилось. В 12-м году, в 13-м году еле-еле выбрали казацкими голосами малолетнего Михаила Романова, который, кстати, сидел там в Кремле с поляками. Это была, так сказать, дружба не разлей вода. И когда пришел во время этой смуты суда Владислав IV Королевич, то для очень многих среди московских бояр он показался выходом и спасением. И они призывали московский народ целовать ему крест и призвать его на царство. У них были примерно такие же аргументы, как и когда выбирали в 1572 году на польский трон сына Федора, сына Ивана Грозного. Это молодой человек, мы его в свою веру обратим, нам будет легко управлять молодым человеком. И потом он благородных кровей. Они не хотели и даже Мстиславский, Мстиславский делатель царей, он прямо вот так и назывался. Мстиславский сам никогда не хотел занять русский трон и не хотел, чтобы кто-то из бояр его занял, потому что они все равны. Понимаете, это должен быть кто-то королевских кровей. А тут такой замечательный случай. И жители Московского царства королевичу Владиславу целовали крест. В 1610 году он стал легитимным законным русским царем. Конечно, ничего из этого не вышло, но по закону он им оставался до... Он никогда не сел на трон. Я говорю, как это на бумаге, да? И крест целовали, и встречали, с караваями, и с хлебом, и все замечательно. Конечно, этому во многом помешал Сигизмунд Третий, его отец. Его отец не хотел дать ребенка 15-летнего этим варварам схизматикам, чтобы они из него сделали какую-то православную котлету. Он сам хотел сесть на этот трон. Ну, уж его-то, конечно, не хотели московские люди, потому что он известный кто. Он не просто католик, он просто какой-то деятель контрреформации, он ну, мы бы сказали, сейчас так религиозный фанатик, да? Он вы кто был в Варшаве, тот видел перед Королевским замком стоит огромный памятник Стеллы, и на нем с крестом стоит именно этот Сигизмунд Третий, который осаждал Смоленск, который ходил походами там на Москву, который не дал в итоге своего сына, а его ведь уговаривали, его уговаривали не просто московские люди, не просто там Василий Голицын, не просто все эти послы, но Гетман Жулкевский, который вел войны, который его отговорил, это был совершенно замечательный, мудрейший государственный муж, во-первых, он отговаривал его от этой авантюры, от похода на Москву, ну, он солдат, да, его, так сказать, посылают, да, но, как это написал, ой, в общем, уши короля были закрыты для советов Гетмана, Гетман Жулкевский, он был в прекрасных отношениях с московскими людьми, московскими боярами, да, прекрасных отношений, вот, вы знаете, может быть, можно сказать, что есть какой-то уровень, на котором происходит взаимопонимание, независимо от национальности, да, или конфессиональной принадлежности, вот есть такие какие-то светлые умы, ну, как Мстиславский здесь, а Жулкевский там, ну, не только, я говорю их как примеры, их было, конечно, гораздо больше, они понимают друг друга, и они понимают, в чем польза для государства. К сожалению, эта концепция вот этого объединения Польши и московского государства, она провалилась, и сейчас некоторые историки говорят о том, что ведь им предлагалось то, что спустя века сделала Европейский Союз, Европейская Уния, а они могли это сделать в 17 веке, и сейчас идея Европейского Союза, Европейской Унии подается как нечто совершенно замечательное, взаимовыгодное, прекрасное, ведущее к процветанию, благоденствию, но русская и польская элита об этом обсуждали в 17 веке, и только упрямство или фанатизм или несговорчивость, или, ну, в общем, какие-то вот такие помехи не дали осуществиться вот этой Европейской Унии на нашей территории, я не знаю, может быть, к этому моменту уже бы эта Иуния распалась, но тогда просто я вас призываю оценить вот эту идею, которая превос... опережала какие-то будут вопросы, то, пожалуйста, если я смогу на них ответить, буду рада. аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, если позволите... Пожалуйста, пожалуйста. А мне Андрей Пистагара зовут. Ну, у меня сначала замечание такое, ну, вы, я думаю, сознательно этот анахронизм употребляют украинцы, потому что, ну, конечно, это русские, то есть это название было русское, да? Кого вы называли? Нет, ну как, ну хорошо, жители... Нет, ну сами они себя называют православные, которые жили, скажем, во Львове, сами они себя называли русскими и так и писали, скажем. Ну, называлась Червоная Русь и все такое, но они не были все-таки русскими. Просто они себя называли русскими. Русиные. Ну, Русиные, все такое, Червоная Русь. Так, хорошо. Ну, лучше поверьте. Вот, и на самом деле, ну, вот если эти два народа, вот как раз там, когда в Киеве появился русский народ, они сформулировали. Вот. И, ну, второе, значит, все-таки я хочу сказать, что... Следующее, что я хочу сказать. Ну, вы, на мой взгляд, как бы вот эту историю рассказываете с точки зрения польских хронистов. Польские хронисты, ну, конечно, они обслуживали королей, поэтому они так и выкачивали их роль. А вот все-таки экономический фактор совершенно уходит отсюда. А ведь в то время экономической жизни Польши управляли немцы. То есть, они организовали вывоз зерна из Польши, где была создана польварочно-баршинная система, и Львовом, и Краковом управлялись, ну, там, нобилитет, патриции, дело производства в этих городах велось на немецком языке. Вот, этот факт... немецкое влияние очень-очень сильное и заметное. В частности, при Казимире Третьем, вот, который я говорил, Великий, он открыл свои двери широко и хлынул немецкое. Это самое... Это же выгодно было для страны. Вы что хотите сказать, что в Польше производится зерно, но его не надо экспортировать, а что делать? Я хочу сказать, что вы преуменьшаете роль немцев и преувеличиваете роль польских королев. А они не были самостоятельными. Нет, немцы не играют никакой политической роли. Я быстро прошу. Между прочим, вот, то, что называется польская интервенция в России, скорее правильно называть, ну, габару, просто польская, потому что там были и венгерские войска, и немецкие войска, и Дон Хуан был в Ярославле. Это вы какого времени не имеете в виду? Польская интервенция с начала 17 века. Вот, то есть, тут фактор австрийцев, Гаусбургов, немцев был очень сильный. Я бы так сказал, вот смотрите, значит, при Иване Грозном, так же, как в Польше заправляли всем немцам, Гонза торговала в России беспошлино, в Москве. Потом пришли англичане и высадились в Архангельске, они с помощью Ивана Грозного и Апричного, ну, об этом русские историки писали, они выкинули Гонзейцев. Поэтому и появился образ ужасного Ивана Грозного, заканчивая. Поэтому появился. А больше у нас нет никаких. Ну, между прочим, вот я в своей книге... Один к одному совпадает с поэмой Харькова. Ну, я заканчиваю. Вот, значит, когда пришла Англия, она стала за счет экспорта из России, она стала соперничать, так считают многие историки, с империей Габсбургов за мировое господство. И вот в результате этой интервенции польской Габсбурги выбили из России московскую английскую компанию. В результате Англия ушла на век из европейской политики вообще. Ну, это в качестве версии. Спасибо. Простите, хотя бы вам возразить. Во-первых, что касается Львова, например, там, в Бургомистре города Львова, многие из них были поляки. Во-первых, когда вы сказали, что городами управляли немцами, вы учтите, что если у людей немецкое происхождение, это не значит, что сами они были немцами. Например, у Коперника у него немецкое происхождение по матери, но при этом сам он поляк. И если вы говорите, что управляли немцами, здесь нужно уточнить, это могли быть, скажем, потомки немцев королевской Пруссии, так называемой королевской Пруссии, но тем не менее, несмотря на то, что у них было немецкое происхождение, они сами могли быть поляками и по самоиденсификации. Это были немецкие. А почему вы решили, что они немецкие? Это были немецкие. Ну, вы понимаете, что такое мнение? Если они с 14 века. А может мне докладчика спросить по-другому поводу? Потому что тут нас товарищ увел не в ту степь. И там казаков была тьма в смутное время. Казаки воевали донские армии. Армии были очень пестрые, там были наемники какие угодно. Но казаков-то было больше, чем поляк. Больше, чем поляк. А, ну... И когда патриарх ехал с Константинополя, он там в Киеве говорит, казаки, что ж вы грабили православный-то храм, черт бы вас побери. У меня вот какой вопрос. А все-таки уже Дмитрий, это Гришка ответил или это кто-то другой? Первый. Ну, вы знаете... Какая последняя версия? Дело в том, что вот история это вот не то, что вот, знаете, ответ в конце задачника, да? Потому что возникают исследования, да? Которые могут противоречить друг другу. Просто очень интересно это исследовать. А что касается второго? А второй это кто был? Понимаете? Со вторым более-менее ясно вроде бы, со вторым. Вот вам ясно? Со вторым. А некоторым... Вы по определению назвали этот период смутным временем. Это не я. Ну, я имею в виду в рамках этой лекции, то есть это смутное время, вот это вот смутность... Так называются? Она и буквально, и как бы по факту действительно было настолько смутно, что как бы вот эти вот субъекты личностные, они, в принципе, не идентифицировались. То есть, настолько все было смутно, что... Ну, вы знаете, что очень многие деятели этой эпохи, я уж не говорю про Гетмана Жулкиевского, который оставил свои замечательные совершенно дневники начала и развития Московской войны, который конфликтовал с королем, с Сигизмундом Третьим. Он был против его вообще линии и концепции. Потом, вот те люди, которые сидели в гарнизоне, в осажденном, в Кремле, да, вот эти родмистры польские, знаете, они вели дневники. И эти дневники сохранились и дошли до нас. И они очень интересны, и они изданы. И, например, что особенно меня позабавило, ведь когда наша дума, когда принималось это решение о том, что мы 7 ноября, не празднуется, да, а празднуется 4 ноября, день изгнания поляков из Москвы, из Кремля. так вот, в дневниках этих этого гарнизона, офицеров этого гарнизона, там просто буквально написано, а у них уже этот календарь, да, значит, пишет, 4 ноября Трубецкой атаковал со стороны, там, по-моему, Никитских ворот, но мы его отбили. А 7 ноября, значит, кто там, Пожарский к ним прорвался, или Пожарский с Трубецким вместе оба ополчения, ну, то есть, не надо было переносить с 7 ноября на 4, потому что это взятие Кремля и произошло с 7 ноября, как, судя по этим дневникам, а там многое, тут довольно объемистый том, дневники вот этих офицеров. Потом там были Сапега. Кстати сказать, некоторые из них тоже претендовали на русский трон, но это не выходило за рамки вот таких вот тайных переговоров. И просто вот у нас там очень много материалов же есть, очень много исторических как русских, так и так, и так, и польских, что к нему приезжают московские люди, к Хаткевичу, приезжают, и он их принимает тихонько, они о чем-то говорят, тайно совещаются. то есть было и сотрудничество, было и взаимопонимание, были какие-то совместные проекты, а ярких там личностей очень много, очень много, которые не являются смутными, в смысле неразличимыми. я просто не боюсь вас уже 10 минут 9-го, боюсь вас заверживать. А скажите, по-своему, насколько так некоторые источники говорят, что Филарет патриархом назначен как Дмитрий Второй, он был у него в лагере, да? Да, каким образом потом удалось его легенетизировать, то есть предатель мог не он-то не мог, он не имел таких возможностей, да? Но Филарет был в его лагере. Я и говорю, что картинка очень пестрая, она совершенно не черно-белая, потому что они переходили из лагеря в лагерь. Понимаете, это было, нельзя сказать, что они могли воевать друг с другом. Например, поляки, которые сидели в Тушине, вот так сказать, Тушинского вора, а к ним приезжают от короля и говорят вообще, вы что, мы тут вот, а вы что? Говорят, знаете что, вот не мешайте нам заниматься своим делом. У нас тут свои интересы. Понимаете, это была неразбериха гражданской войны. Вот как мы сейчас нам трудно понять, что происходит там в Донбассе, Луганске, кто против кого, или что происходит в Сирии, да? Все против всех, эти против этих, то же самое. Что касается армии. Армия, когда мы читаем документы, армия очень пестра. Она состоит из наемников. Понимаете, мы даже не можем сказать, что вот идет польская армия, потому что тогда мы имеем в виду, что стоит государство за ней, а за ней не стоит государство. А они взяли шведов, немцев, ну, казаков, я уж не говорю, это просто такие искатели приключений, они всегда приходят, но венгры. В этой армии очень сложно было осуществлять контакт, нужны были переводчики. Потому что, понимаете, да, это люди, это набранное пестрое войско. Вы знаете, вот из вашего доклада создается впечатление, вот когда вы говорите о возможности создания вот этого Евросоюза, вот этой унии в 17 веке, то вот из вашего рассказа остается такое впечатление, что и Польша-то она не была как таковым единым государством. Конечно. Вот, это на самом деле была та же самая уния. Вот. Я просто вот опять же как бы в плане впечатлений и получается, что вот эти вот отдельные как бы личности, вот эти сильные со своими армиями, они как бы представляли вот эти отдельные государства, а то, что вот сейчас является Европарламентом, на тот момент это было вот этим единым сеймом, который как бы формировался вот этими более мелкими избирателями. То есть вот эти белые, более мелкие как бы сеймики, вот эти вот, они выполняли функции как бы вот этих нынешних. Да, Польша тоже была у ней, да, вот у... То есть не было вот этого единого государства, вот именно Семен, это и как бы и функция короля. А Швейцария, где кантоны, говорящие на разных языках, это вам что? Ну, то же самое, Это везде, это везде, а Испания, посмотрите на нее. Я имел в виду, что вот опять же из доклада, вот, и как бы роль короля, она тоже непонятна, когда возникает эта вот ситуация без власти, какой смысл, во что бы то ни стало посадить короля, когда есть парламент, какой смысл? Нет, но все-таки, нет. Это что, это какая-то модель, какая-то стератическая школа, от которой вы не могли... Ну, в Англии до сих пор королева сидит. И в Испании есть король. Есть такая, ну, как бы традиционная мечта, или что нами не будет управлять кто-то такой же, как и мы, а кто-то, ну, благородных кровей, кто-то вот такой. Но власть короля, конечно, очень огромная. Это знаете, это вот опять же, вот вы сказали, что, ну, вот как бы бояре не могли договориться, и были как бы умные, светлые головы, которые понимали, что нужен кто-то со стороны и хороших, опять же, кровей, потому что все равны. Может быть, вот этот вот, вот этот стереотип, ну, мы как бы республика, речь посполитая, да, ну, вы как бы и привели вот этот вот, откуда это все течет, там, как бы с римских времен, там, буквально. Ну, да. То же самое в Англии, вот опять же, следующая аналогия. То есть, получается, что, несмотря на какие-то демократические, ну, скажем так, модели, все равно где-то в подсознании остается, что демократия, это как бы все равно равенство, мы равны, но все равно нужен кто-то, вот, кто как бы встал над нами. Понимаете, отсюда и, как бы, король в Польше, ну, и запомянутого, и королева в Англии, вот, или это... но сейчас нет, сейчас президент. Ну, вы знаете, это можно как бы дискуссию продолжать, потому что очень много похожих... Конечно, но ведь история развивается, так сказать, так, по спирали. Вот даже сегодня была встреча вот по поводу, ну, загнали там последний шов в Черное море, вот, и, как бы, присутствовали... Какой шов? Ну, проложили эту нитку. А, платок! Вот, и что было интересно, вот, когда, как бы, обращался наш президент к Эрдогану, он говорил, господин президент. Ну, да. Когда Эрдоган обращался к нашим президентам, он говорил, ваше превосходительство. Это был очень интересный комментарий, спасибо вам большое. Мы решили закончить нашу встречу, давайте, по поводу, дадим лектора. Спасибо.